Ну и мы переходим к оперативной обстановке, которая произошла за прошедшие сутки и она сложилась следующим образом. Противник концентрирует усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжает обустраивать оборонительные линии на левом берегу Днепра. При этом ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку. К величайшему сожалению противник имеет частичный успех на отдельных участках, а именно это в районе Водянова и в районе Опытного. Также противник практически на данный момент овладел населенным пунктом Павловка в районе Углидара. Там бои уже идут практически на окраине. Мы ведем боевые действия практически на окраине Павловки. Большая часть населенного пункта находится под контролем российских оккупационных войск. Ситуация очень тяжелая. Я надеюсь, что в ближайшее время, пока идет основная передислокация войск противника, мы подтянем туда тоже, передислоцируем свои войска, подтянем туда резервы и будем выравнивать ситуацию. За наступление в направлении Гуляйполя Павлограда в этом направлении было локализовано. Противник понес довольно большие потери и отступил на исходные рубежи. То есть, никакое колебание линии фронта там в районе Гуляйполя не произошло. Будем надеяться, что мы выравним ситуацию и на Донецком направлении. Бахмутская, Авдеевская, Новопавловская. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Стельмаховка, Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменская, Спрытная, Опытная, Первомайская, Новая Михайловка в Донецкой области. Враг не прекращает обстрелы наших войск и населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных ударов и 27 ракетных ударов. Нанесли более 50 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Ну мы знаем, да, результаты я вам вчера доводил по крылатым ракетам, которые были запущены по территории Украины. И там были некоторые особенности, о которых мы поговорим с вами. Я имею ввиду среди крылатых ракет были особенности их применения или их комплектации. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области, Вильнянка Запорожской области, Днепр и Никопель Днепропетровской области, Очаковская Николаевская области и город Одесса. Вот эти города пострадали от ракетных ударов, которые наносила Российская Федерация. Там тоже были шахеды вместе в перемешку с ракетами, которые применял противник. Кстати, если отметить, по шахедам практически сбито все, А вот по ракетам второй день огневого налета оказался не совсем удачным для наших систем ПВО. Но я уже говорил, это могло быть связано с тем, что близость целей к государственной границе, то есть время реакции систем ПВО резко уменьшается, начиная от захвата целей и заканчивая ее поражением. Также противник обстреливал другие направления, и мы сейчас пройдемся по ним. Из оперативных направлений на Волынском и Полесском никаких изменений не происходит. Сохраняется угроза нанесением врагов ракетных и авиационных ударов с территорий и воздушного пространства Республики Беларусь. Кстати, в сети появились, в YouTube выложили кадры оборудования в государственной границе между Беларусью и Украиной. Ну, в принципе, неплохо. Бетонный забор, три жилы или три матка колючей проволоки над ним. И обваловка, земляная обваловка. Вот, кстати, задавали вопрос по поводу того, что, да, этот забор может там толкнет танк и он упадет, или толкнет БМП и он упадет. Нет, он уже не упадет. Оказывается, делается обваловка и сразу за этим валом, забором и валом, сразу же идет противотанковый ров. То есть, довольно серьезное инженерное заграждение, которое строят наши войска и пограничники для оборудования или укрепления государственной границы. Беларуси это все наблюдают, иногда высказывают, как бы, обиды со стороны пограничников, мы об этом с вами говорили. Ну, что ж, сами виноваты, сами ведут такую политику, что мы вынуждены от них обороняться, либо от них, либо от российских войск, которые они обслуживают и содержат на своей территории. Так вот, там, на этих двух направлениях, Волынском и Полесском, ситуация без изменений. На остальных направлениях были обстрелы из всех видов артиллерии и обмен артиллерийскими ударами тоже по всей линии фронта на тех направлениях, которые сегодня есть. И, также, на некоторых из них применялась авиация, но, в основном, активных действий со стороны противника и со стороны наших войск не проводилось. В Белгородской области начался активный набор работников в промышленных предприятиях в частную военную компанию «Вагнер». То есть, они вербуют наемников. Ну, почему наемников? Потому что они считают, что это наиболее боеспособная часть пехоты. Почему? Потому что этим людям платят деньги и тут они могут диктовать условия. Если все иммобилизованные и кадровые, допустим, контрактники, они имеют какие-то права, то наемник нет, он практически прав не имеет. Он имеет кучу обязанностей, которые обязывают его выполнять контракт. То есть, если сказали идти в атаку, значит, он должен идти в атаку. Невыполнение контракта влечет за собой тяжкие последствия. Ну, какие тяжкие, мы с вами знаем. Я так думаю, что могут практиковаться и расстрелы, или убийства отказников. И не только касающиеся заключенных, которые подписали контракты. Но это может и касаться тех, кто подписал контракт вольнонаемными. Поэтому, видите, они вербуют везде. А деньги, да, они предлагают довольно неплохие 300-350 тысяч рублей в месяц, плюс премиальные за активные боевые действия. Таким образом, по соглашению с руководством Оскольского электрометаллургического завода, работники призывного возраста будут привлечены к военной подготовке на базе частной военной компании «Вагнер» сроком на 30 дней. С удержанием заработной платы. Ну, наверное, с сохранением имелось в виду заработной платы. То есть, они готовы провести с ними начальную подготовку, чтобы люди определились, подписываем, не подписываем. Если подписываем, то тогда отправляют на фронт. На время подготовки заработная плата рабочим сохраняется. Встречи планируется проводить партиями 25% работников указанной категории от завода. По окончании участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией. Ну, то, что я вам и сказал. В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на временно оккупированных территориях Луганской области, по приказу так называемого, ну, ихнего якобы там Минздрава, работники медучреждений региона были обязаны зарегистрироваться на военную службу для дальнейшего комплектования вакантных должностей. У них, кстати, всех медикам запрещено покидать пределы мест проживания. И они обязательно должны прийти в так называемый их военкомат и встать на военный учет. Это очень жестко контролируется вот в этих Луганской и Донецкой областях, в той их части, которая находится сегодня под оккупацией российских войск. За прошедшие сутки силами обороны Украины сбито 4 крылатых ракеты, 2 зенитно-ракетных комплекса ПВО и 5 беспилотных летательных аппаратов типа Шахет-136. За текущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы и вооружения и техники противника и 6 складов с боеприпасами, а также еще 4 важных объекта оккупантов. Ну, кстати, надо отдать должное, наша артиллерия довольно плотно накрывает огнем места сосредоточения и позиции российских войск. И вдоль Днепра, вдоль левого берега Днепра, мы наблюдаем отвод основных сил на глубину до 20 километров от уреза воды левого берега Днепра. Это связано именно с тем, что наша артиллерия довольно хорошо, довольно плотно накрывает позиции российских войск. Ну и на этом военные новости как бы за прошедшие сутки мы разобрали все, которые были. Еще раз надо отметить, что особых подвижек на линии фронта нет, ситуация более-менее стабильная. Да, идут тяжелые бои на Донецком направлении, оборонительные бои, да, идут тяжелые наступательные бои в районе населенного пункта Сватова. Скорость продвижения очень маленькая, потому что боевые действия очень-очень активны. Ну и запорожское направление успокоилось после попытки и соответственно на херсонском направлении, все-таки называют его херсонским направлением, генеральный штаб мы будем называть так же. Вот на херсонском направлении идет артиллерийская дуэль, разворачивается, точнее артиллерийская дуэль. Плюс мы наносим огневое поражение противнику на всю глубину досягаемости наших огневых средств. А достают они, я вам скажу, довольно хорошо, даже достали уже до аэродрома в Джангой. Продолжение следует...